Сборы в дорогу, как и любое дело у казаков, начинаются с молитвы. Войсковой священнослужитель Отец Георгий дает благословление на конный поход. Проводить казаков пришли всей станицей, учащиеся казачьих классов, общественники и семьи. Наш папа участвует в конном переходе сегодня. Мы очень рады этому, чтим память и традиции казачества. Сами мы из Краснодара, но вот переехав сюда, в станицу Гастагаевскую, я была очень приятно удивлена тем, что казачество здесь так развито. Долгожданная команда по коням и пять всадников в сопровождении машины ГИПДД отправляются в путь. Изначально в переходе должны были принять участие и школьники казачьих классов, но в связи с резким понижением температуры было принято решение на этот раз идти только взрослым составом. До Фадеева казаки добрались менее чем за час, в общей сложности преодолев 5 километров. Переход прошел отлично, мы уже пятый год ходим. Кони ведут себя хорошо, довольно выносливые, хотя мы немного с ними работаем. В Гастагаеве, конечно, было потеплее, здесь везде и не холодно, поэтому кони покрыли бурками, как по старой традиции положено. Казаки всегда после окончания перехода закрывали коня бурками, чтобы он не простыл, остывался потихоньку. Нужно это прежде всего для того, чтобы жители наших населенных пунктов видели то, что казачество у нас не угасло. Мы растем, процветаем, делаем все на благо нашей Родины, служим для нашего народа. В конечной точке казаки возложили цветочную корзину к памятнику Героя Советского Союза, летчику-истребителю Вадиму Фадееву. Почтили его память минутой молчания, вспомнили о подвигах и сказали напутственные слова подрастающей смене. Патриотическое воспитание молодежи будет продолжаться и дальше. 9 мая казаки планируют большой поход в тропой у партизан, в котором примут участие как конные, так и пешие группы. Путешествие пройдет по лесам Гастагаевского сельского округа и по замыслу организаторов продлится не менее двух дней. Руслан Душевский, Анапа. Регион.